Какое самое отвратительное блюдо вы съели из вежливости? Это произошло с моим отцом. У него был друг, который недавно обручился с очень милой девушкой, которую мой отец описывал как худшего повара на свете. Однажды днём друг пригласил моего отца к себе на обед. Он пришёл к своему корешу в гости, но когда ему предложили пообедать, а это был стейк, пюре, кукуруза и горох, батя отказался и придумал какую-то отмазу, что у него проблемы с ротовой полостью, поэтому он не может есть. Кажется, он сказал что-то про зубы мудрости или корневой канал. Невеста друга почувствовала себя очень неловко из-за того, что они будут есть перед моим отцом, а он будет голодным. Поэтому она положила свинные отбивные и пюре в блендер, чтобы батя тоже мог поесть. Мой отец сказал, что он выпил эту хрень, потому что не знал, что ещё делать. Он не хотел признаваться, что солгал и не хотел обидеть невесту друга. Он сказал, что его тошнило после каждого глотка, и на сегодняшний день это всё ещё худшее, что он когда-либо ел или пил. Макароны с веганским сырным соусом. На вкус это было, как сливочная горчица, которая долгое время пролежала в переулке жарким летним днём. Человек, который это приготовил, сказал, цитата, «Вау, это просто топчик!» Нет, чёрт возьми, нет! Чувак, ты точно забыл, какой на вкус настоящий сыр, и ты повар с минус тремя звёздами Мишлен. Сладкий горошек, который приготовила моя жена. Она использовала кастрюлю, на которой видно было остатки моющего средства от нового бренда, который она решила попробовать. Оказалось, что это средство было гуще других и не смылось полностью. Её отец был у нас в гостях, и она приготовила его любимое блюдо, чтобы его порадовать. Свиные отбивные, круассаны, сладкий горошек и картофельное пюре с чесноком. Мы с сестьем сели за стол, начали есть, и оба заметили, что горошек на вкус, эм... мыльный. Мы посмотрели друг на друга, словно признавая этот ужасный вкус и соглашаясь не говорить ни слова моей жене, так как она может быть чересчур эмоциональной. Моя жена закончила накрывать на стол, потому что наконец съела есть сама. Она съела, наверное, пару ложек горошка и сказала, что он на вкус как жидкость для мытья посуды. Затем спросила нас, что мы думаем. Мы согласились с ней, опустив глаза, как нашкодившие школьники, и она продолжила спрашивать, почему, черт возьми, мы все еще это едим. Мы еще больше почувствовали себя глупыми. Даже наша дочь молча ела горошек, потому что мама так старалась приготовить это блюдо для всех нас. Горошек отправился в мусорное ведро, а мы доели остальную еду. До сих пор, когда моя жена говорит нашей дочери, что мы будем есть сладкий горошек, она спрашивает, мыльный он будет или обычный. Моя бывшая приготовила пасту с соусом. На вид все было хорошо, но в момент, когда я поднес вилку к рту, я понял, что что-то не так. Это была самая странная комбинация вкусов, которую я когда-либо испытывал. Бывшая добавила китайскую смесь из пяти специй, корицу, зеленый лук, гвоздику, чесночный порошок, луковый порошок, мускатный орех. В общем, практически все специи, которые у нее были, а также безумное количество солей и кучу острых перцев, фруктов и овощей, которые у нее валялись. Я съел столько, сколько мог, потом взял бутылку вина и предложил посмотреть фильм, чтобы не доедать эту чачу. Я продержался 30 минут, прежде чем мое тело отвергло еду, которую я только что съел. Это была пытка как при поглощении пищи, так и при выходе. После этого я помыл посуду и выбросил все остатки. Она приготовила достаточно, чтобы накормить маленькую деревню. Я сказал бывшей, что случайно развернул кастрюлю, когда убирался. В любом случае, этот соус до сих пор преследует меня. Хотя паста была приготовлена хорошо, хоть это у нее получилось. На следующий день после Дня Благодарения мы с женой и моим отцом отправились на прогулку. Когда стало подходить время ужина, мы уже собирались возвращаться домой и проезжали мимо фургона с барбекю. Ребрышки казались отличной едой. Мой отец позвонил маме, чтобы узнать, чего она хочет, но она сказала, нет, не бери ребрышки, она весь день хлопочет на кухне над потрясающим пиршеством. Ну что ж, прощайся, ребрышки. Мы вернулись домой и обнаружили, что это потрясающее блюдо, над которым она трудилась весь день, чизкейк из индейки. Она смешала соус, индейку и сливочный сыр в однородную массу и запекла в духовке до хрустящей корочки. А мы могли бы есть ребрышки. Одна знакомая приготовила то, что она называла гумба. Это были все остатки из холодильника за месяц, сброшенные в кастрюлю и сваренные, затем поданные с лапшой. Когда она подала, этот вкус был ужасен. Там были итальянские блюда, мексиканские, супы, стейки, курица, все мыслимые овощи, фрукты, хлеб и так далее. Первый раз я заставил себя это съесть. Второй раз я просто не смог, потому что увидел содержимое ее холодильника перед тем, как она приготовила этот кошмар. Ее холодильник выглядел как неудавшийся научный эксперимент. Мясо или, может быть, торт, кусочки огурца, плавающие в жидкости, пожелтевший картофельный салат с пурпурной плесенью. Я понятия не имел, что это было, но это было так отвратительно. Мой папа бывший морпех, который непривередлив к еде. Он может съесть практически все, что угодно, но по какой-то причине он ненавидит мясной рулет, просто терпеть его не может. Мои родители поехали навестить тетю и дядю моей матери. Они из ее биологической семьи, которую она нашла после 40 лет. И вот моя тетя, чтобы их поприветствовать, приготовила мясной рулет. Но это был первый раз, когда моя мама встречала кого-то из своей биологической семьи. Батя не хотел обидеть этих милых людей, поэтому съел кусок как можно быстрее. И тут моя мать говорит. Посмотри, тетя Кэрол, ему так понравился твой мясной рулет, я никогда не могу заставить его есть мой. Тетя Кэрол после этих слов отрезала еще один большой кусок рулета и положила его на тарелку отца. Он улыбнулся и съел еще и вторую порцию. Да, моя мать та еще стерва. Мой папа служил во Вьетнаме. По каким-то странным обстоятельствам, милая вьетнамская женщина угостила его кошкой. Он знал, что должен быть вежливым, поэтому съел это. Он сказал, что это было очень неприятно по текстуре, потому что было скользким. В духе вежливости он сказал женщине, что ему понравилось. И так, мои друзья, мой папа вынужден был съесть вторую порцию кошки. Когда я учился за границей в Японии, моя принимающая семья подала мне натто на завтрак. Блюдо из ферментированных соевых бобов. Я притворился, что мне понравилось, хотя на самом деле это было хуже, чем я ожидал. Это сыграло со мной злую шутку, потому что после этого мне стали подавать натто на завтрак каждый день. Люди говорили, что натто ужасно пахнет, но запах оказался не так плох, поэтому я подумал, что рассказы о его вкусе могут быть преувеличены. Но когда я попробовал натто суши, это было, честно говоря, самое отвратительное, что я когда-либо ел. Мне пришлось жевать очень-очень медленно и пить много воды, чтобы это проглотить. Мы с женой некоторое время жили у ее родителей. Они были невероятно щедры и никогда не просили у нас ни копейки. Они готовили ужин для нас примерно раз в неделю. Ее отец обижался, если ты не ел его еду. Однажды я поздно возвращался с работы и зашел поесть фастфуда. Через 20 минут я пришел домой, наевшись до отвала вредной еды и увидел, что все сидят за столом и ждут меня. Мой тесть приготовил бургеры и кукурузы. По два бургера для каждого. У меня не было выбора, кроме как притвориться, что я голоден и съесть это. Через 4 часа гигантский поход в туалет. Жена моего дедушки приготовила целый ужин, используя только цветную капусту. Вау, твой дедушка женился на сатане! Это был желейный торт с полноценным салатом внутри. Салат латук, помидоры, оливки, лук и так далее. Бабушка его приготовила, нас всех заставили это съесть. Это до сих пор одно из самых отвратительных блюд, которое мне приходилось есть. Моя бабушка испекла полдесятка пирогов ко дню благодарения или Рождеству. Это было так давно, что я уже не помню, к какому именно празднику. Она отрезала мне маленький кусочек в начале ужина и попросила попробовать. Это было ужасно, но я съел его и поблагодарил ее. После ужина мы собирались есть пироги на десерт, и бабушка просто начала плакать. Она испекла все пироги с солью вместо сахара. Замороженная пицца с макаронами в виде колец в качестве начинки. Пицца была приготовлена? Да, это должно было быть особенное блюдо в мою честь, так как я итальянец. Очень заботливо. Подставка под горящие кружки из пробки, которую я принял за вафлю. Я даже положил на нее начинку, как на тако. Я съел это не из вежливости, а скорее потому, что не хотел оставлять доказательства того, что кто-то действительно попытался съесть пробковую подставку. Это был деловой обед или семинар в компании, который проводился в банкетном зале отеля. Обед был в виде шведского стола с мексиканской тематикой. Я не был голоден, но пошел вместе со всеми. Напротив меня за столом сидел финансовый директор компании. Он рассказывал историю всем за столом, но странно, что он не смотрел ни на кого другого, только на меня сидящего напротив. Я небрежно откусил блюдо, которое я приготовил вафля, было на столе с едой, так что я думал, что это какой-то крекер или что-то подобное. Один укус, и я понял, что что-то явно не так. Я старался не привлекать внимание, когда посмотрел вниз на то, что я жевал. Тогда я понял свою ошибку. Это была пробковая подставка под кружку. Так что да, я ее съел. Единственная моя мысль в этот момент была о том, как неловко будет оставить наполовину съеденную подставку на столе, чтобы кто-то заметил, каким идиотом я был. Ночевала у подруги, когда училась в средней школе. Она все время восторгалась тем, как классно ее мама готовит банановые блины и как никто не может перед ними устоять. Утром мне подали блин снаружи, обгоревший до хрустящей корочки, почти черный. Я откусила кусочек и обнаружила, что внутри смесь сырая, а размятый банан был абсолютно неспелым. Мне пришлось глотать огромные куски без жевания, практически все время сдерживая рвоту, чтобы съесть один блин. Позже я вспомнила, что когда она рассказывала мне о блинах, она упомянула, что люди их сметали в один момент. Я могу только предположить, что это потому, что они не хотели быть невежливыми и старались проглотить это до того, как все вернется наружу. Практически сырой бекон. Один из моих соседей по колледжу только что учился готовить. Он приготовил сложный завтрак из яиц, тостов и бекона. Бекон был приготовлен, видимо, просто помахав им над плитой из безопасного расстояния. Он настаивал, что он идеально приготовлен, и не желая быть невежливым, я съел все. На вкус это было не так уж плохо, но по ощущениям во рту напоминало разогретую резину в масле. Дело даже не во вкусе, а в паразитах. Приготовленная на пару голова козы. Это было в Центральной Мексике, когда мне было 14. Я был на миссионерской поездке с моей церковью, и было бы грубо не съесть это. Я был в ужасе. Моя бабушка уже на два месяца пережила свой прогнозируемый срок жизни из-за рака, но она настаивает на своей роли в воскресных ужинах с внуками. Она позволяет нам только накрывать на стол. Разрывается сердце видеть, как она настаивает на том, чтобы убирать со стола после еды. Она отказывается от любой помощи, потому что хочет, чтобы все было как всегда. На последнем ужине, мы сейчас делаем это только раз в месяц, мы все грациозно и вежливо ели твердые макароны с холодным сыром, потому что она не включила духовку. И сгоревшие свинные отбивные, за которые она извинилась, потому что ее руки были слишком онемевшими, чтобы вытащить их вовремя. Мы все знали, что нельзя сказать ни слова, понимая, что это может быть наш последний ужин с бабушкой. Сейчас бабушка уже не может есть. Она выживает в основном на протеиновых коктейлях, детском питании и чае. Она никогда не узнает, что макароны с сыром не были приготовлены. И если вам интересно, почему мы все еще позволяем ей так надрываться над этим ужином, поверьте, мы изо всех сил старались приготовить ужин сами, но она отказывается и становится очень агрессивной. Это важно для нее, и мы приняли, что она будет делать это до своей смерти. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А что самое отвратительное в жизни ели вы? Пишите в комментариях. Также смотрите наше предыдущее видео, которое вы увидите вот здесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok